Алимека Привет! В программе «Коктейль» скоро год. И за это время вы привыкли вместе с нами миксовать не только напитки, но и события и настроения. А эта летняя ночь прямо-таки провоцирует на новый коктейль. Преобладать в нем будет, разумеется, лето, которое разукрасит его всими цветами фруктово-ягодной радуги, а к крепости добавят Алимека и Бич Пати. Это вам не игрушки. Говорят, когда хотят подчеркнуть серьезность мероприятия. А это вам игрушки. Говорю вам я и хочу предложить азартный коктейль. Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю. Не лучше ли бросить все на карту и жизнь переменить свою? Ну, прямо так уж все бросать, конечно, не стоит. А кое-что вроде скуки и усталости, пожалуй, можно взамен получить чистейший адреналин. Для этого, правда, условия нужны подходящие. Просторный зал, мягкие ковры, приглушенный свет, бесплатный бар. Они созданы в клубе «Адмирал», но напитки для игроков не главное. Для того, чтобы играть и получать вот это удовольствие, не обязательно пить спиртное. То есть достаточно выпить бутылочку колы. То есть если человек азартен, это у него в крови. Простите, в таком случае программа «Коктейль» приехала не по адресу? Ничуть. Если выходят на арену ловкачи, которых узнают на улицах, а девушки-фанатки их просто обожают, значит впереди представление с завязкой сюжета, развитием и кульминацией. На свет появился еще один гигантский «Коктейль». Пить из одной посуды, читать мысли друг друга. В игорном заведении скрывать-то нечего. Все хотят выиграть. Ну что ж, ставки сделаны, господа. Остается лишь посмотреть сопернику в глаза. Это во времена пиковой дамы глаза выдавали все. Теперь же сколько ни вглядывайся в электронное табло автомата. А кроме холодного блеска суперсовременных технологий, надо отдать должное компании «Вулкан». В «Адмирале» собраны 16 из 20 самых популярных игровых автоматов в мире. Никаких эмоций. Выиграл, получи, проиграл, отойди или играй дальше. Даже невинные крестики-нолики несколько веков назад считались азартной игрой. Но как тогда, так и сейчас в любой игре самое главное везение. Фортуна, если хотите. Хотим, конечно, кто же ее не хочет. Да только ее благородие, госпожа удача, для кого-то добрая, а кому иначе. Но оттого не убавляется на свете смельчаков, желающих ее испытать. Для них, собственно, и открыт клуб «Адмирал», который 16 июня презентовал новый азартный коктейль. Я бы назвала его «Лас Вегас», где в одном зале соединились игровые автоматы и живая игра. Теперь не только в «Лас Вегасе», но и у нас играют в покер не с казино, а между собой. Распорядитель игры в процесс почти не вмешивается. Зато получает от банка маленький процент. Разумный подход сделал свое дело. Клуб «Адмирал» стал заметной фигурой, можно сказать, козырной картой в игорном бизнесе. Да не обидится ее ресторанная тезка. Это клуб, который сочетает в себе автоматы, живую игру, то есть рулетку, блэк-джек, покер клубный. Зачем сюда стоит приходить? Я думаю, это наша атмосфера. И надо отдать должное тем, кто эту самую атмосферу создает. Певицам модельной внешности, менеджерам и конферансьям. Ох уж он умеет подогреть публику в момент розыгрыша путевки в теплые края. Опять Фортуна делает свой выбор по неведомым людям принципам, оставляя им надежду и веру в то, что не проиграв, не победить. А фейерверк – это не символ того, что полночь, близится и пора домой. Нет, он лишь напоминает уважаемые публики о том, что продолжение следует. И Фортуна ночью не спит, а ждет своего азартного верного рыцаря. Готового ради нее на все. Июнь – первый месяц лета на исходе. И пусть хорошая погода и полуденный зной нам только снится. Оторвемся на горяченьких, но прохладных летних коктейлях. Для этого сначала их нужно приготовить. Под четким руководством профессионалов. Летом они едины в том, что градус нужно понижать, а дозу витаминов и степень охлажденности увеличивать. Что самое главное в летних коктейлях? Знойный период года должен чем-то скрашиваться. В напитках это чаще всего свежие фрукты, свежие цитрусовые, именно свежие. Ну, в принципе, хиты вот наши киевские, там и мировые, мохито, коперини, которые приготовляются способом мадл, то есть со свежими ингредиентами, в свою очередь пользуются особой популярностью у киевской публики. Практикующий бармен, он же пират Вахтанг в клубе «Лето» сотворил что-то вроде приворотного зелья. Во всяком случае, есть свидетели того, как робкий юноша с этим коктейлем подошел к прекрасной незнакомке, и они стали парой, которая теперь частенько наведывается в ресторан «Золотой берег». Это романтика, а проза жизни такова. Коктейль нужно взбалтывать до тех пор, пока шейкер не покроется и с морозью, а бармен – и с париной. А кому сейчас легко? Близнецы в ударе – это тоже коктейль, только немного экстремальный, потому что миксуется на крыше ресторана «Панорама» практически из одного алкоголя, точнее из трех – абсента, ликера и еще раз ликера. Долька апельсина, очевидно, на закуску. От такой термоядерной смеси в ударе будут не только близнецы. Лишь бы голова не закружилась на высоте птичьего полета, ведь удовольствие от коктейля выше крыши. Спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих, считает Тарас, бармен клуба «Оранжерея», предлагая приготовить коктейль «Спаси себя сам». А кто же не позаботится о себе любимом и на напитках экономить станет? Капли бейхера в морозильнике должны быть всегда, как первая помощь при многих недугах. А текила алюмека в баре – как символ того, что жизнь таки удалась. Остальное – ловкость рук и чистосердечное признание барменам. Для нашего коктейля понадобятся фрукты, крыш и напитки. Для сладости добавим чуть-чуть тростникового сахара. Незаменимой частью для самого лучшего летнего коктейля является украшение. И еще бы! Не украсишь – не продашь. Но даже домашний коктейль нужно украшать непременно, чтобы доставленное гостям удовольствие равнялось удовольствию, полученному от общения с ними. Программа представляет премиум прикилла Алимека. Алимека – зажигай попом! Напитки покрепче, слова покороче. Может, кому-то и в самом деле так проще и легче стирать свои ночи. Но! Не крепостью единой прославилась премиум дугилла Альмека на весь мир. Эта дистиллят из перебродившего сока голубой агавы изобретение мексиканских крестьян теперь занимает центральное место в каждом приличном баре, потому что на бутылке красуется бренд Алимека – подтверждение престижа и гарантия качества. А еще этот напиток обладает магическим свойством провоцировать людей на поступки смелые и неординарные, в которых потом не придется раскаиваться. Вот вам пример – устроить вечеринку Алимека Бич Пати в честь начала сезона Opium Beach Club в один вечер с козырной карты. Это ли не смелость? Оказалось, что она не только города берет, то есть пространство, где живут люди. Смелость в сочетании с Альмекой может стать властелином времени и настроения, что, собственно, и происходило в гидропарке в ночь с 10 на 11 июня. Мальчики, девочки, маечки, девочки, юные, бочки, брошечки, и все сгорают от желания быть не как все. Каждый – яркая индивидуальность, которая выражается умением зажигать по полной. Алимека и сама горит, и других разогревает. Нежное создание в костюме Белоснежки слезы никогда не льет, она их залпом опрокидывает. Даром, что змеиные, зато с Алимекой, ликером калуа и соком фреш из лайма. И не даром конференсье старался, имея в виду не его личный гонорар, а общеобразовательный эффект от конкурса. В каких штатах Мексики производится текила? Варианты ответа. В одном штате, в пяти штаты, в сцепи штаты, и последний вариант. В Мексике текила не производится вообще, она производится в Молдавии. Нет, в Молдавании пока кактусы только в горшках выращивают. Для производства текилы явно маловато будет. Так что приз забирает тот, кто в мексиканские штаты перечислил. И не обязательно соль с руки слизывать. Эротично выглядит это, да, но вкуснее гораздо, когда соль или сахар на кромке бокала белеют, как снег. Есть в этом какая-то загадка, и имя у нее – коктейль. Правда, ведущий их почему-то не одобрил. Несколько жаль, что вот такой божественный напиток, как Альмека, поступает в коктейли. Ну что уж сделаешь, человечество чего только не выдумать, да чего только не доизвращается в поисках приключений. Да, не исключено, что он не любит коктейли, потому что просто не умеет их готовить. Но конкурс все-таки провел. Золотую бутылку выиграл знаток по имени Сергей. Он назвал больше всего коктейли с текилой Альмека. Это «Зеленый мексиканец» и «Текила бунт», и «Знаменитая Маргарита» и «Текила Санрайз». Но потом выяснилось, что существует еще криминальный мексиканец «Бандитас» или «Соленые соски». Ближе к утру, наверное, был распробован и этот коктейль. А пока ночь в разгаре, и диджей Карл Сампас из Чили зажигает по полной. Программа представляет премиум «Текила» Альмека. Альмека зажигает по полной. Чтобы придумать коктейль, нужны фантазия и вдохновение. А после бессонной ночи в голову ничего не идет. Но ситуацию может спасти музыка. Альмека зажигает по полной. «Текила Санрайз» Поздравляю! Думаю, коктейля из музыки и Альмеки есть шанс выиграть главный приз. Молодец! Какие такие причины могут не позволить барменам участвовать в конкурсе на главный приз от премиум «Текилы» Альмека? Нет таких. Есть желание и есть результат. А через неделю, как всегда, новый телевизионный коктейль. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!